Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Быстрая и качественная помощь жителям региона. Губернатор Дмитрий Азаров передал новые автомобили медучреждениям Самарской области. Развитие наукоемких отраслей промышленности и новые научные изобретения. Какие перспективы открываются у студентов Самарского университета? Более 70 населенных пунктов могут оказаться в зоне подтопления этой весной, когда синоптики прогнозируют паводок в Самарском регионе. За победу боролась 21 команда. В Самаре состоялся финал регионального этапа интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа «Что, где, когда». День весеннего равноденствия и начало нового астрологического года. Какие сюрпризы готовят звезды и какие советы дают эксперты? Автопарк учреждений здравоохранения Самарской области пополнился 40 новыми автомобилями «Лада Гранта». Ключи от машин неотложной медицинской помощи для больницы поликлиник региона передал губернатор Дмитрий Азаров. Новые машины получили медицинские учреждения Тольятти, Жигулевска и ряда муниципальных районов – Богатовского, Большеглушицкого, Борского, Исоклинского и других районов. Подробности в сюжете. Эти 40 новых «Лада Гранта» отправятся в больницы и поликлиники Тольятти, Жигулевского, Камышлинского, Елховского, Челновершинского и других районов Самарского региона. Ключи от машин неотложной помощи медикам вручил губернатор Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что автопарк учреждений здравоохранения обновляется на системной основе. С 2018 по 23 годы поставили 242 автомобиля скорой медицинской помощи и 576 машин для оказания неотложной помощи. Это в первую очередь сказывается на оперативности и качестве предоставления медицинских услуг. Я этому очень рад. Конечно, это способствовало и достижению показателя, важнейшего показателя, это продолжительности жизни населения Самарской области. Мы уже превысили показатели допандемийные здесь. И, конечно, за это еще раз и еще раз хочу поблагодарить наших врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев, санитаров и санитарочек, и, конечно же, водителей. Благодаря вашему профессионализму помощь действительно приходит скоро. Закупка транспорта прошла в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Автомобили будут использовать для оказания неотложной медицинской помощи, проведения профилактических мероприятий на дому, вакцинации, доставки лекарственных препаратов нуждающимся маломобильным людям. Безусловно, машины отвечают всем нашим требованиям, они комфортны и, главное, они обеспечивают необходимую доступность нашей медицинской помощи, особенно в рамках привычного звена. За последний год мы фактически обновили на 95 процентов автопарк. Мы непосредственно в нашей больнице построили прием-диагностическое отделение и запустили в декабре 2022 года. За четыре года получили мы более 600 единиц оборудования. Всего в этом году планируется поставить в учреждение первичного звена здравоохранения региона 97 машин, 80 «Лада Гранта» и 17 «Лада 4х4». Светлана Кудрявцева, События. Армен Бинян снова назначен министром здравоохранения Самарской области. Соответствующую информацию разместили на сайте Минздрава. Напомним, что Бинян возглавил региональное ведомство в июле 2020 года. До этого он возглавлял Самарскую областную клиническую больницу имени Середавина. Развитие наукоемких отраслей промышленности и новые научные изобретения. Такие перспективы открываются у студентов Самарского университета. Сейчас выпускники вуза очень востребованы в промышленной сфере. В дни карьеры в учебном заведении проходят встречи со спикерами, которые рассказывают студентам, какие перспективы перед ними открываются и куда они могут пойти работать. Подробности узнала наша съемочная группа. Скажите, пожалуйста, кто представляет мощность источников электроэнергии, которые работают на Земле? Технологический суверенитет страны в условиях противостояния с Западом, развитие наукоемких отраслей промышленности, новой фундаментальной физики. Такие задачи сейчас стоят перед российскими учеными. Новые вызовы требуют новых решений, справятся с которыми по силам выпускникам технических вузов. Они сейчас очень востребованы в промышленной сфере. В дни карьеры в Самарском университете проходят встречи со спикерами, которые рассказывают студентам, куда они могут пойти работать. Когда ты молодой специалист, который не знает, как двигаться, в принципе, как развиваться в этой индустрии инженерной, да и в целом, тебе очень не хватает такого комплекса видения со стороны, именно опытного человека, который уже прошел этот путь, который знает, как двигаться, который подскажет, какие области изучать. Потому что сейчас в современном мире, конечно же, очень важны софт-скиллы, но без, как это сейчас можно назвать, хард-скиллы, в основном роде своих специализированных навыков, знаний, без этого сейчас никуда. Александр Сергеев приглашает бакалавров и магистров Самарского университета продолжить обучение в Национальном центре физики и математики, где он работает научным руководителем. Рядом с федеральным центром в Сарове создается территория, где разместится новый научный институт. Уже сейчас создана кооперация из более чем 50 научных учреждений и университетов страны. Лучший результат, научный результат кооперации Национального центра физики и математики в прошлом году, это результат, который получили в сотрудничестве Самарского университета имени Королёва и Федерального дьяни-процентра в Сарове по созданию фотонного обучения устройства с рекордной скоростью обработки информации. Ученые выяснили, что для эффективной обработки информации можно использовать фотоны вместо электронов. Самарские физики сейчас занимаются задачами, связанными с созданием фотонных вычислительных устройств. Виктория Шарая, Игорь Казановский, События. В Самарской области в этом году реки начнут освобождаться от льда на неделю позже, чем обычно. С конца марта по 20 апреля прогнозируют синоптики. При этом уровень воды может подняться выше среднемноголетних значений на 55-240 сантиметров. При резком повышении температуры в зону подтопления рискует попасть 71 населенный пункт в 16 районах. Во всех населенных пунктах, подверженных подтоплению, развернут дополнительные нештатные водомерные посты. Уровень воды на Саратовском водохранилище у Самары ниже среднемноголетнего значения на 3 сантиметра, но выше значения прошлого года на 17 сантиметров. Полное очищение рек ото льда произойдет в конце апреля-начале мая. Прогнозы максимальных уровней воды на Саратовском водохранилище будут составлены в апреле после утверждения графика сбросов воды в Нижнюю Волгу. Наблюдается ледостав. Толщина льда 42 сантиметра, что на 7 больше многолетних значений. Об этом на пресс-конференции рассказал пресс-секретарь Приволжского гидромедцентра Вячеслав Демин. Устойчивый снежный покров на большей части территории области образовался 20-23 ноября. У нас 12 метеостанций и около, наверное, 15 постов в Самарской области, которые наблюдают за этими вещами. По данным наблюдательной сети, на 15 марта запасы воды в снеге в бассейнах рек составили 77-191% от нормы на эту дату. В прошлом году было от 7 до 94% от нормы. Сход снежного покрова в бассейне Большой Региз. По словам экспертов, в России высокими темпами идет глобальное потепление. Средняя многолетняя температура в Самаре сейчас составляет 6 градусов, что на 1 градус выше, чем было в последние 30 лет. Щелкают сложные вопросы, как орешки. В Самаре прошел финал регионального этапа интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов по направлению что, где, когда. Победители будут представлять область на окружных соревнованиях. Как подготовиться к этой игре, чтобы победить, и как находить ответы в самом вопросе, выяснила наша съемочная группа. При первом прослушивании вопросов что, где, когда кажется, что ответить на них невозможно. Но опытные игроки знают, что важна сама формулировка, ведь в ней можно увидеть ключевые слова, которые подскажут ответ, который вполне можно найти за минуту. Команда Самарского университета «Королевские особи» смогла найти 22 ответа из 36 вопросов, как и еще одна команда. Но благодаря дополнительным показателям стала чемпионом области среди студентов по спортивной разновидности этой интеллектуальной игры. Каждый игрок ценен, и если нет одного какого-то элемента, то механизм не работает. У каждого своя задача, у каждого своя роль, и вот поэтому это командная игра. Один человек на столько вопросов никогда бы не ответил, но мы вместе, поэтому мы первые. Победители давно тренируются, поэтому они знают, кто на что способен в команде и всегда готовы к тому, как будет проходить обсуждение вопросов. Нам тренер выбирает вопросы, мы их решаем, ну и если мы не можем дать ответ, он начинает нам намекать каким-то образом. Мы потихонечку все ближе к ответу, и в итоге, ну, либо мы сами взяли за минуту, либо за пять минут сами взяли, либо он нам где-то подсказал. Ну, в любом случае, сами. В любом случае, надо понимать, сколько вопросов, и вот как раз это и помогает. Всего за победу боролась 21 команда, представляющие вузы, колледжи и техникумы региона. Сначала ребята прошли отбор в своих учебных заведениях, затем сражались в полуфинале, а теперь демонстрировали свои знания, находчивость и смекалку среди лучших в регионе. Вопросы для студентов готовили настоящие знатоки клуба «Что, где, когда». Сегодня у нас задание прислал наш окружной куратор, соответственно, команда из Саранска. Именно они старались и трудились над этим пакетом. Но, как я хотел бы заметить, что этот пакет получился, наверное, среднего уровня. Так, потому что ребята, ну, либо наши ребята стали гораздо умнее за прошедший год, потому что они сейчас берут гораздо больше вопросов. Этот турнир при поддержке проекта IQ Самара прошел во второй раз. Специалисты Министерства молодежной политики регулярно проводят целый комплекс мероприятий, направленный на развитие интеллектуальных способностей молодых людей. Здесь не только игры и викторины, но и обучающие семинары, мастер-классы и встречи с профессиональными спикерами. В течение года проходит огромное количество турниров, кубков. И вот по «Что, где, когда» — это только начало сезона. Мы сейчас будем в течение всего года играть здесь у нас в регионе. И в этом году мы, увидев в том году от молодых ребят отклик, этот проект продолжаем, он становится традиционным. И, конечно же, мы видим интерес ребят к интеллектуальным направлениям и творчеству, и интеллектуальным направлениям развития. Теперь победители отправятся в Саранск, чтобы представлять регион на окружном этапе, сражаясь с лучшими командами со всего Приволжского федерального округа. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков. События. 20 марта длительность светлого и темного времени суток сравнялась. Наступил день весеннего равноденствия и новый астрономический год. Что он нам готовит, рассказала астролог Екатерина Бусыгина. С ней беседовала наш корреспондент Ксения Баканова. 20 марта Солнце переходит из созвездия Рыб в знак Овна. Наступает новый астрологический год. Вселенная будет всячески побуждать нас к смелым шагам и новшествам, рассказывает астролог Екатерина Бусыгина. Специалист советует не сопротивляться и выпустить вперед свою энергию. Если есть какие-то желания или дела, к которым уже давно решаетесь приступить, не ждите очередного понедельника. Начните действовать уже сейчас. Если вы давно откладывали спортзал, букс, танцы, сесть на шпагат, растяжку, пилат, все, что угодно, все, что связано с проявлением силы воли. Сделайте это. Сделайте это в ближайшее время, желательно до 25 числа. А чтобы ничего не упустить, лучше написать план. Эксперт предупреждает. Смелость – это, конечно, здорово. Однако не стоит терять голову и совершать необдуманные поступки. Так что о безопасности следует помнить. Что касается любовных отношений, то сейчас наступил благоприятный период для того, чтобы прояснить вопросы, которые беспокоят. Если вы давно откладываете разговор о том, какие планы у вашей пары, поднимите этот вопрос, но не по принципу вопроса, а по принципу «я предложение, я сообщение». Потому что знак Овна, он в целом говорит «я хочу», «мне надо», «я иду», «пойдешь со мной». Он всегда в лидерской позиции. Начало нового астрологического года – это отличный шанс продвинуться в том числе и по карьерной лестнице. Если давно хотели начать свой бизнес или освоить новое хобби, самое время приступить. Не стоит бояться ошибок, ведь от них никто не застрахован. Поэтому следует проще относиться к неудачам. Тем более времени для того, чтобы заявить о себе, остается не так много. Уже с 25 марта наступит так называемый коридор затмений. До 8 апреля терзаться в сомнениях и испытывать повышенную тревожность будут метеозависимые люди. Поэтому лучше оградить себя от контактов с теми, кто постоянно приносит в вашу жизнь суету. Как правило, в это время у страха глаза велики. То есть кажется, что эта проблема совершенно неразрещима. Но если вы вот прям на некоторое время затормозите и просто посидите, посмотрите спокойно, как кубик-рубик с разных сторон. Какой цвет здесь? Какой цвет здесь? А что мне это дает? А как я могу к этому вопросу подойти? Вы найдете наилучшее для вас решение, если вы не будете форсировать события, если вы не будете нагнетать себе, усугублять свое состояние и так далее. Также эксперт советует не брать кредиты и не совершать крупные покупки. Исключение стоит делать только в случае, если нашли, что так давно искали. Однако здесь следует задуматься. Это именно то, что нужно или же очередной соблазн? Не исключено, что в период коридора затмений может появиться желание переложить на других ответственность за свои поступки. Астролог поясняет, порой проще обвинить кого-то, чем признать собственные промахи. Но этого делать не стоит. Нужно преодолевать трудности самостоятельно, ведь это прямой путь к успеху. Ксения Баканова, Константин Головин, События. 20 марта в мире отмечают Международный день счастья. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году с целью признания важности счастья и благополучия как универсальных целей и аспектов человеческой жизни. По данным социологического опроса, 70% россиян считают себя счастливыми. Для большинства респондентов понятие счастье означает здоровье, свое и близких. Не менее важным оказалось присутствие родных людей рядом. При этом чуть меньше половины участников исследования отметили, что для получения положительных эмоций им нужно видеть успехи детей. Наши корреспонденты узнали, что делает счастливыми жителей Самары. Все, что у меня с этим связано, для меня это действительно делает меня счастливым, потому что я понимаю, что я живу не просто так. Когда я вижу, какие зрители выходят после спектакля, я понимаю, что мы вместе с актерами создаем нечто такое, что вдохновляет зрителей, вдохновляет людей. Меня счастливо делает много что на самом деле. Ну, в первую очередь, мне кажется, это все-таки близкие люди, друзья, которые меня окружают. Я вдохновляюсь ими. Ну и, наверное, то, что окружает вокруг, я очень внимательно отношусь к тому, что меня окружает. Наверное, любимое дело. Любимое дело и все, что я люблю. Наверное, вот так. Ну, то есть, любимые люди, любимое дело, если все складывается так, как ты хочешь, ну, как ты планировал, как ты желал этого, если все получается, то ты на какое-то время становишься счастливым. Наверное, мне нравится в первую очередь отдавать счастье в мир, то есть, общаться с людьми доброжелательно, помогать, каким-то образом творить именно что-то через призму хорошего. Ну, то есть, что-то создавать не от того, что плохо, а от того, что хорошо. Вот. Наверное, это и помогает. Оно дает уверенность, что ты делаешь добро, и ты думаешь, ну, я счастлив от этого, я добрый человек. Самое такое, что делает меня счастливой, это наслаждаться и ценить каждый момент в жизни. Быть благодарным за то, чем ты занимаешься, за то, что у тебя есть. Счастье – это, конечно, когда все положительные эмоции собираются, наверное, в кучу. Где-то в одном месте, в твоем вот этом вот душевном состоянии, когда они там хорошей чаепития устраивают, с хорошим тортом и с множеством свечами. Светлые картины, которые вселяют надежду, и темные краски, которые помогут справиться с тяжелыми эмоциями. В Самаре открылась выставка «Родина-семья». В экспозиции 40 портретов участников СВО и членов их семей. Нарисовали их члены Крымского отделения Союза художников России. Авторы решили запечатлеть эмоции и истории людей в это непростое историческое время. В каких техниках работали художники увидела наша съемочная группа. 40 портретов участников СВО и членов их семей могут увидеть посетители выставки «Родина-семья». Авторы этих картин – крымские художники. В своих работах они запечатлели эмоции бойцов, которые возвращаются домой. Их семьи, которые с надеждой ждут, когда вновь увидят родных. И боль тех людей, кто уже никогда не поговорит с сыном, мужем или папой. Все эти эмоции считываются с каждого портрета, ведь цвета картин точно передают то состояние, которое испытывали те, кого рисовали. Мы стали с ними знакомиться, узнавать, чем они живут, писать их. Все картины написаны на пленэре, в прямом взаимодействии с людьми, чтобы мы могли понять, что мы пишем, чтобы мы могли выразить не только как-то внешность, но и характер, ситуацию жизненной у людей через картины. В этом была задача – рассказать о людях языком живописи. При этом художники использовали самые разные техники – от классических акварелей до переложения рисунка на лист металла. А самой необычной работой стала цифровая картина с анимированной живописью. Задача живописи – это передать скорее эмоциональное цветовое состояние. То есть она дает широкий спектр возможностей рассказать о мыслях и чувствах автора, героя. Но не напрямую, а при помощи средств пятной линии. То есть, глядя на цвет, человек не всегда может понять или на композицию, почему он что-то испытывает, но эмоции он испытывает. Сначала все работы были показаны на родине художников, а затем они выставлялись в новых регионах. А теперь приехали в Самару, потому что специалисты из города на Волге одними из первых выразили желание показать эти картины своим землякам. В этих картинах пишется время. Время, в котором мы сейчас живем. Это боль, это где-то и радости, и горести. Это то, что происходит со всеми нами. И поэтому вообще искусство, произведение искусства – это тот как бы мостик между поколениями, который останется. Выставку можно увидеть до 31 марта в фойе комплекса «Россия. Моя история». После этого экспозиция переедет в Новосибирск. А в Крыму коллекция картин уже пополняется. Проект стал по-настоящему семейным. И художники продолжают создавать образы своих соотечественников. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Баскетболистки Самары дома уступили лидеру чемпионата. Победить на своем поле не удалось и гандбольной ладе. А самарские теннисистки второй год подряд стали чемпионками России. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Баскетболистки Самары провели предпоследний матч первого этапа чемпионата российской премьер-лиги. На домашнем паркете они принимали лидера турнира столичный клуб МБА. Хозяйки паркета провалили начало матча. Гости этим воспользовались и оторвались в счете. После этого игра шла по одному сценарию. Самара бросалась в погоню, сокращала отрыв до 3-4 очков, а москвички снова возвращали двузначную разницу. Выйти вперед или сравнять счет у хозяек так и не получилось. 75-78 поражение Самары. Гандболистки Лады на домашнем паркете принимали черноморочку из Новороссийска. Команды соседи по турнирной таблице и велика вероятность, что после завершения регулярного чемпионата именно они сразятся друг против друга в первом раунде плей-офф. Поэтому игра имела важность и с точки зрения подготовки к играм на вылет. Поначалу Тольятинки сдерживали нападение гостей, но главная нападающая южной команды смогла преодолеть сопротивление защитников и помогла черноморочке выйти вперед. Но на перерыв лидерами все равно ушли хозяева. Во втором тайме была равная игра, но в концовке волжанки несколько раз ошиблись и упустили победу. 25-26 в пользу гостей. Уроженка Тольятти Диана Шнайдер вступила в борьбу на теннисном турнире престижной категории в Майами. В первом раунде она обыграла американку Венус Вильямс 6-3-6-3. Во втором раунде ей предстоит сыграть с еще одной американкой Мэдисон Киз. Также на этапе 1-32 финала в борьбу вступят и другие уроженки Самарской области Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. Сборная Самарской области второй год подряд стала чемпионом России по настольному теннису. Теннисистки Самарской области Екатерина Зеронова, Валерия Щербатых и Мария Тайлакова подтвердили свой статус, обыграв в финале соперницы из Нижегородской области. Бронзовые медали у команд Москвы и Краснодарского края. Состоялось торжественное открытие комплексных спортивных соревнований, зимние игры паралимпийцев «Мы вместе спорт» по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых и керлингу. Около 400 участников разыграют 77 комплектов медалей в шести видах спорта. Игры пройдут в Ханты-Мансийске, Южно-Сахалинске и Челябинской области. Спортсмены Самарской области выступят в керлинге и в дисциплинах сноуборд-кросс и сноуборд-кросс-слалом. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Жителям Самары предлагают принять участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года». Заявки начнут принимать с 1 апреля, а завершат 1 мая. Принять участие в конкурсе могут семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития, в которых дети получают воспитание, основанное на традиционных ценностях, таких как патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Социально активные семьи, занимающиеся общественно значимой волонтерской благотворительной деятельностью. Семьи, ведущие здоровый образ жизни и уделяющие внимание при общении детей к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре. Участниками регионального отбора конкурса могут стать граждане Российской Федерации, проживающие на территории Самарской области, состоящие в зарегистрированном браке и воспитывающие детей, пишет телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской. Успешная социализация граждан пожилого возраста – одно из основных условий поддержания высокого качества жизни. Настольные игры отлично укрепляют дружеские отношения, развивают когнитивные навыки. Адаптивные спортивные игры не требуют большого физического напряжения, но при этом развивают мозговую активность и способствуют общению. Встречи игрового клуба проходят каждую среду в 13.30 и в пятницу в 12 часов в Самарском Дворце ветеранов по адресу Самара, улица Мариса Тереза, 103А. Дворец ветеранов приглашает всех желающих присоединиться и провести время в дружеской атмосфере. Консультация по телефону 261-56-66, сообщает Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары. На госуслугах появился удобный сервис, где родители смогут заполнить заявление о поступлении ребенка в первый класс заранее. Черновик сохранится в личном кабинете. Когда час икс настанет, портал напомнит о старте записи в школу. Одним нажатием кнопки «Отправить» родители подадут заявление в день начала приемной кампании. Заявление рассмотрят в течение трех рабочих дней после окончания приема заявок. Уведомление о зачислении придет в личный кабинет на госуслугах, информирует телеграм-канал Кировского района. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова